Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим с вами хорошие наушники от компании ZMI, либо ZMI, которая является одним из партнеров Xiaomi. Ранее выпускала для них только Powerbank и некоторые другие товары, но позже стали выпускать и наушники. ZMI Purpods, обычная модель. Бывает еще Purpods Pro. Они более популярны, но, соответственно, и намного дороже, чем обычные Purpods. Примерно в два раза. Обратите внимание, у меня глобальная версия. Глобальная версия данных наушников вышла в январе 2021 года, и все на коробке на английском языке, предназначено для международного рынка, англоязычного. Вот глобалка, все на английском. Вот Китай. Прием до 10 метров на открытой местности. Хочу сказать, что прием тут очень сильный и уверенный. Наушники работают без заиканий. Внутри инструкция, есть даже русский язык. Кабель Type-C. Сменные амбушюры. Средние уже на наушниках, и здесь маленькие и большие. Они имеют Bluetooth 5.2. Это очень хорошо, если ваше устройство поддерживает 5.2, то по сравнению с 5.2, скорость будет получше. И задержка, соответственно, будет меньше. И обычная версия, вот эта, и Pro. Имеет емкость батареи в каждом наушнике 48 мАч, емкость кейса 490. В обычной версии по 2 микрофона, в версии Pro микрофона 3. Прозрачный режим есть и там, и там. Активное шумоподавление только в версии Pro. Также в версии Pro кейс имеет поддержку беспроводной зарядки. На максимальной громкости наушники играют до 10 часов. У меня на данный момент проиграли 9 часов 20 минут от одного заряда. Вот так вот выглядит кейс. Он глянцевый, сразу же на нем какая-то ворса, пылинки, собирается. Type-C выход. На кейсе есть кнопка, индикатор, который мигает разным цветом, когда заряжается, когда частично разряжается. Вот так вот смотрится в середине. Люфтов, скрипов нету. Все хорошо. Закрывается, открывается. Здесь все в порядке. Сами наушники выполнены в изогнутой такой, я никак не называю, анатомической форме. Деланы, имеют хорошее качество. Есть некоторые недочеты. Вот эти вот швы состыковочные. Они сделаны с какими-то огрехами, с какими-то немного недочетами. Где-то кривоваты. Зазоры больше, меньше, когда их состыковывали, получились разными. Левый, правый, сделано все вот так вот. Это внутриканальные вакуумные наушники. Если версию Pro нужно поджимать с двух сторон, то здесь просто сенсоры достаточно клацнуть один или два раза, обычная сенсорная зона нажимать на наушники. Вот здесь она расположена на ножке. Инструкция довольно-таки большая. Если захотите, поставите на паузу и прочитаете все, что здесь написано. Если вы первый раз подключаете устройство, нужно зажать кнопку на кейсе 3 секунды. Тогда замигает белый индикатор, и наушники войдут в состояние сопряжения. Дважды коснуться любого наушника, менять, завершить звонок. Дважды коснуться на правом – это воспроизведение либо пауза. На левом – это голосовой помощник. Глобальная версия, и сейчас вроде как китайская тоже, поддерживает приложение из Play Market. Приложение, которое называется The AmiHea. Наушники я первый раз сопряг со смартфоном, поэтому включаем Bluetooth, открываем крышку кейса, и смотрите, о чудо, наконец-то нормально работает всплывающее поп-ап окно, в отличие от тех же QCY, либо Hello, либо наушников Xiaomi, которые на каких-то прошивках работают, на каких-то нет. Здесь все работает идеально и сразу же, без каких-то тормозов, помех. Показывает заряд каждого наушника, показывает заряд бокса. The AmiHea – неплохое приложение, полностью, к сожалению, пока на английском языке, но здесь все понятно. Будет, наверное, и на русском. Что здесь можно сделать? Четыре режима эквалайзера, бас сбалансированный, чистый, клео, то есть вы будете более-менее слышать то, что происходит во внешнем мире. И в вокал. Adaptive Volume, то есть адаптивный звук, оптимизирует звук согласно шумам, то есть звуку вокруг, можно так сказать. In-Eye Detection, то есть можете включить либо выключить определение в ухе. Если оба наушника в ухе, то все играет. Если вы вытаскиваете по одному, так же все играет. Здесь наушники, датчики парные. Если только оба наушника вытаскивать из уха, тогда музыка ставится на паузу. Ставил в ухо, начинают играть. Здесь вы можете изменить управление, видите, сенсорными кликами. На левом я поставил двойной клик. Это режим игровой. На правом PlayPause так и стоит, можно изменить. Режим поиска наушников, то есть где-то их положили, потеряли, нажимаете, начнут пикать. Обновление прошивки. Смотрите, у меня версия 1.0.32, пришли наушники, уже есть 1.0.34, и он хочет обновиться. Попозже немного я это попробую. Также есть здесь вот такой вот факт, то есть инструкция. Много чего написано, можно почитать, пока что все на английском языке. В основном здесь какие траблы могут случиться с наушниками, и что можно сделать. Когда наушники находятся в кейсе, они подключены, но включаешь музыку, ничего не слышно. Закрываем крышку, соединение прекращается. Вытаскиваем наушники. Начинают играть. Очень быстрый Bluetooth, очень быстрое сопряжение, наушники полностью независимые, то есть подключен. Один, оба подхватываются, это все мгновенно. Один прячешь в кейс, второй вытаскиваешь, закрываешь, открываешь. Вообще никаких, я не услышал задержек. Белого шума при проигрывании никакого наушники не имеет. Не хрипят, не хрипят, ни на низких громкостях, ни на паузах. Звук здесь довольно-таки четкий, сбалансированный. В разных режимах он немножко отличается, но не сильно. Мне показалось, что здесь маловато басов. Хотелось бы побольше. Если включить игровой режим, тогда басов появляется больше. Они становятся более разделенными, и их слышно четче. Если без игрового режима бас какой-то более сбитый, так звучит как-то поменьше. Ну, в общем и целом, довольно-таки неплохо. Верхние не запирают, со средними тоже все в порядке. По запасу громкости, я бы не сказал, что здесь какой-то супер запас. Мне комфортно слушать, примерно 85%, где-то так. Но даже можно подкрутить и на 100%, уши в принципе не болят. Посадка в ушах хорошая. Если правильно подберете амбушюры, не выпадает. Наушники разговаривают по-английски, потому что это глобальная версия. Но разговоров тут немного. Единственное, которое мне удалось выдавить, это включение-выключение игрового режима. Пауза. На левом два раза. Игровой режим. Английский женский голос очень-очень тихо говорит Game Mode Off или Game Mode Off. То есть включен-выключен. Это, как говорится, все очень тихо. Если вы слушаете, например, музыку или что-то там идет, какое-то видео, то этого практически не слышно вообще. Больше эта женщина вас не тревожит. В основном вставляете в уши, вынимаете, клацаете что-то тут на паузу и так далее. В наушниках просто происходят такие короткие звуки, бипы. Больше ничего. И это очень удобно и хорошо. Наушники нигде не мигают, никаких светодиодов здесь нет. Видеозвук ничего не тормозит. Но мною было замечено, что при переключении на горячую из игрового режима и назад наушники немного рассинхронизируются. То есть вы слушаете музыку, потом оп, резко передернули, левый начинает играть быстрее правого, либо наоборот. Поэтому на горячую лучше не передергивать, нужно поставить на паузу, переключить режим, потом запустить заново. В играх на игровом режиме в PUBG я практически не уловил. Есть какая-то очень маленькая задержка, но ее не замечаешь, привыкаешь уже с первых минут. Тоже хорошо все сделано, особенно, допустим, когда у вас телефон будет на 5.2 блютузе, наверное, задержки не будет вообще. Наушники имеют ААЦ и СБЦ кодек. Если телефон поддерживает ААЦ, они подключатся именно по нему. Микрофоны, хоть их здесь и два, а не три, как в Pro версии, также очень хорошие. И в шумном помещении, и в тихом, и на улице, и везде. АНЦ здесь нету, но, тем не менее, они отрабатывают отлично. За свою цену они должны стоить примерно на Алиэкспресс 35 до 40 долларов. Наушники хорошие. Я бы сказал, по звуку они чуть хуже, чем, если вы помните, были, например, FUNKEL AI. Где-то они приближаются к ним, хотя там все-таки басы были получше. PURPOTS и обычные выпускаются только в белом цвете, хоть глобалка, хоть нет. PURPOTS PRO глобальная версия будет выпущена также в черном цвете в начале марта. Поэтому, если вы хотите вот такие наушники, ну, например, PRO с активным шумоподавлением, то они будут и черными. Как меня слышно, нормально? Не, я на перекрестке перешел. Принтер опять, который сейчас сделки. Опять половину пустую печалку, половину зажел. В этой очереди стоять. Очень хорошо слышно. Шумно там, да? Ну, как раз был на этом, где постоянно машины ездят. Можно сказать, незаметно, что наушники. А сейчас какие-то шумы, что это? Машина проехала. Сейчас еще одна. Шум какой-то машины, он искажается. Ладно, давай, хорошо. Так что вот так, друзья. Спасибо за внимание. До встречи.